Такие поездки в нашу страну для российских журналистов организовывают практически каждый год. Их цель – показать, чем и как живет наша страна. В этот раз объектом пристального внимания первой стала Витебская область. Полоцк и Новополоцк – среди первых остановок на карте. Знакомство с Нефтеградом началось с нефтехимического комплекса, уникальным и специфичным производством, флагманом белорусской промышленности, новополоцким нафтаном. Операторная АТ-8 здесь для представителей российских СМИ подробный рассказ о технологическом оборудовании и возможностях, которые такая установка открывает для нефтепереработки. Процессом, в принципе, управляют только один-два человека, которые сидят за пультом управления. Более ста представителей российских региональных, федеральных и союзных СМИ, эксперты и блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Калининграда, Пскова и других регионов России охотно делились впечатлениями от поездки. Я здесь уже не в первый раз в Новополоцке, и он мне нравится все больше и больше. Молодой город такой, тоже позитивный такой, как я, наверное, не менее позитивный. Это вот тоже символ нашего союзного государства. То есть здесь же перерабатывают в основном российскую нефть, и перерабатывают бензин, который поставляют нам в Россию, и мы на нем ездим. И белорусский бензин, он ценится, он действительно хороший, он чистый, классный. Далее российские коллеги посетили современную установку с высокими показателями по безопасности, качеству и количеству товарной продукции, гидроочистку-2, а также строящуюся установку замедленного коксования. Количество журналистов на квадратный метр зашкаливает. Коллеги ищут красивые кадры, записывают интервью. Эту командировку я ждал, мне было интересно. В общем-то, приятно посетить. Мы сейчас очень плотно так работаем, график такой, бегом-бегом. Но из того, что увидели, это, конечно, впечатляет. Мне очень понравился университет. Хочется Беларусь еще увидеть с другой стороны, да, не только объекты, а живая, живая жизнь какая-то. А вот живое общение ждал у российских журналистов в актовом зале ЛЛК «Нафтан». Здесь на все вопросы представители СМИ России ответили руководители крупнейших предприятий. Пресс-конференция в формате легкого общения. И уже во время этого у наших коллег появились идеи написания материалов. У нас по итогам нынешней поездки будет большой материал, специальный репортаж, который, собственно, посвящен пресс-туру и, главным образом, это взаимодействие России и Беларуси в контексте союзного государства, естественно, экономическое взаимодействие, взаимодействие культурное. Завершится путешествие по Витебской земле встречей с руководителями обл. исполкома, после чего российские журналисты отправятся в Дзержинский район Минской области. Отмечу, что в предыдущий раз пресс-туру Витебской области был в 2014 году. А вот финишной чертой для россиян станет встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Виктория Крементьенок, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.